Я как раз думаю, а где Денис Викторович? Так, Денис Викторович, слышите ли вы меня? Сейчас, секунду. Алло. Слышите ли вы меня? Я вас слышу, а вы меня? Да, великолепно, великолепно вас вижу и слышу. Прекрасно. Итак, друзья мои, следующий гость нашей конференции Денис Викторович Драгунский, драматург, писатель и человек, который, на мой взгляд, переизобрел современную сетевую литературу, автор многочисленных книг, рассказов, новелл, повестей и, даже не побоюсь этого слова, романов. Денис Викторович, вам аудитория ваша. Я буду все время... Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, Александр попросил меня рассказать о том, как писать для того, чтобы было интересно. Я правильно понял ваш вопрос? Совершенно верно. Вот. Ну, понимаете, какая штука. Кому интересно, тут много вопросов. Про вопрос, кому это интересно. Есть вещи, которые мне совершенно не интересны, но при этом, наверное, интересны каким-то другим людям, и они их читают с удовольствием. Но сейчас я говорю именно о такой штуке, как более или менее массовый успех. Потому что, когда ты пишешь книгу, ты ее можешь писать, что называется, для родственников со стороны жены, для себя самого, для кого угодно. Книга – это такая штука, которая, в принципе, в своем производственном, так сказать, ядре не требует признания. Не требует того, чтобы ее читали многие люди. А вот, что касается кино, тем более кино телевизионного, о котором, наверное, о сериалах, ведь идет речь в семинаре, насколько я понимаю. Тут, конечно, речь идет о том, что называется, о массовом успехе. Ну, успех – это такая штука, понимаете, это как может быть, а может нет, но о некоторых параметрах массового интереса. Массового интереса к тому, что написано в… Ну, то есть, что развертывается на экране, а, соответственно, к тому, что написано было в литературной основе, в сценарной основе. Понимаете, я здесь не буду никоим образом вмешиваться в проблемы сценарного мастерства. Понимаете, какая штука? Я сам бывший сценарист. Я когда-то, когда-то, много лет назад, совсем много лет, в 70-х годах, писал сценарии и телевизионных фильмов, и сценировок, и оригинальных, и художественных фильмов. Там даже, по-моему, парочка была поставлена. Но я должен сказать, что те сценарии, которые писали мы, и нынешние сценарии, которые я краем глаза заглядывал, это настолько разные вещи, что даже поэтому смешно и говорить. Наши сценарии в наше время, которые писались, есть такое хорошее слово, называлось «киноповесть». Это такое, в общем-то, прозаическое произведение, которое более или менее предполагает более или менее легкую киноадаптацию. То есть, там нет, скажем, снов о полетах на Марс, там нет столкновения двухконных армий или танковых армат, там нет слишком, там нет очень большого количества, скажем, точек съемок, то есть, место, где локации, как говорят, понимаете. То есть, они есть, их много, но их не слишком много. То есть, в общем, такая вот проза, в принципе, заранее адаптированная к киновоплощению. Сейчас сценарии пишутся совершенно по-другому. Один человек пишет сюжет, другой пишет, изобретает сюжет, другой пишет эпизоды, третий пишет диалоги, ну и так далее. Наверное, это для индустриальной работы, это правильно. Но и поэтому я буду говорить не о том, как писать сценарии, хотя я в этом просто ничего не понимаю. Я буду говорить о том, как сделать так, чтобы ваш, так сказать, ваш замысел, то есть, вот понимаете, все равно в основе любого сценария, как бы он ни был записан, в виде киноповести или в виде вот такого вот режиссерской разработки, где написано, в одной колонке написано номер кадра, в другой декорация, в третьей кто герой, там в пятой грим, в шестой свет и так далее. Понимаете, можно и так. Неважно. В любом случае, в основе всего этого лежит некий, пускай даже воображаемый, виртуальный текст. Текст, который вы, так сказать, преобразуете вот в это вот изображение, в кино. Текст. И вот поэтому мы будем говорить о том, как должен выглядеть текст, который должен быть общеинтересным. Интересный более или менее массовой аудитории. Это понятно, потому что, понимаете, действительно книжку можно издать тиражом 100 экземпляров, вот, а когда фильм снимается долго и упорно, а поэтому потом он остается на одной флешке, которая один раз прокатывается в Ютьюбе, и там смотрят 120 человек, это, в общем, как-то довольно странно, понимаете. Ну, может быть, какие-нибудь артхаузники возразят, можно сказать, что там и есть настоящее искусство. Не знаю. Настоящее искусство, знаете, оно как плесень, оно бывает везде. И на дорогом пироге, и на дешевой черняшечке. То есть оно может произойти в свои спасти. Но, опять же, с вами не будем говорить о настоящем искусстве и настоящем. Давайте приблизимся к делу. Я бы хотел поговорить о некоторых параметрах того, что называется интегральным массовым успехом. Конечно, я понимаю, что это для литературы, для чего угодно, для любого текста словесного. Понимаете? Опять же, я говорю, что я не хочу заезжать на вашу территорию, я просто хочу вас поделиться своими на это все соображениями. И даже, может быть, не своими соображениями, а известными соображениями, классическими проблемами. Успеха, проблемы массового кино, успеха, проблемы, почему что-то вызывает кино, занимались такие очень хорошие исследователи, исследовательницы, точнее, как Майя Иосифовна Туровская и Ней Марковна Зорко. У них есть на этот счет свои книги. Так вот, Туровская, Майя Иосифовна, она, проанализировав на тучу кинофильмов, она вывела так называемую трехчленную формулу успеха. Для того, чтобы книжку, фильм, было интересно смотреть, и, соответственно, для того, чтобы эту самую книгу было интересно читать такую, там должны быть три момента. Значит, момент первый – это, там должна присутствовать, экзотика нездешней жизни. Это очень важная вещь, понимаете? Делать, писать книгу о простой, обыкновенной той жизни, которой живем мы все, это уже скучно, это уже вчерашний день, понимаете? Давайте вспомним, что вот так называемый обыкновенный реализм, книжки из жизни простых, обыкновенных людей, они появились не просто так, это тоже была экзотика своего рода. Это был, понимаете, так вот это все, вот этот натурализм, который процвел в русской, во французской, вообще в мировой литературе, в первой половине XIX века. У нас это была натуральная школа, Гоголь, там, и писатель второго ряда. Некоторые вещи у Пушкина, у… На Западе это были Бальзак, это был Стандаль. Откуда он взялся? Это был тоже протест, на самом деле. Потому что литература традиционно была литературой, грубо говоря, про богатых и знатных. Лев Толстой в предисловии к первой редакции «Войны мира» не опубликовали, которую ему, кстати сказать, завернули во всех издательствах и журналах. Он написал, я заранее предупреждаю, что эта моя книжка будет про графов и князей, про министров и сенаторов, про богатых, про генералов и богачей. Почему? Потому что, во-первых, пишет Лев Толстой, что вся история жизни делается вот там, наверху, среди минералов и князей. Вот именно там все происходит. А то, что внизу происходит, это вот такая какая-то подушка, болото, мох, понимаете, по которому ступает история, понимаете, такая чавкающая трясина. И там ничего не происходит интересного. Толстой писал, и жизнь, и кроме того, жизнь этих людей, которые живут внизу, она неинтересна, потому что в основном она полна житейских и материальных забот. Все эмоции, которые переживают эти люди, это такие вещи, как недоедание, нужда, одолжить, дотянуть до следующей, грубо говоря, получки, зависть к тем, кто побогаще, понимаете. То есть Толстой отказывал этим людям в таких вещах, как любовь, страсть, какие-то большие, такие благородные, так сказать, чувства. Он говорит, что нет, да это такая вот бедняцкая, бедляцкая такая среда, и там не о чем писать. И говорит, и кроме того, эти люди ни о чем не думают. Они думают о том, как бы дотянуть до завтра, как бы разделить краюшку пополам, но о чем о нем писать. И, кстати говоря, Лев Толстой говорит, я не понимаю, не могу влечь в шкуру этих людей, я не понимаю, о чем думает лавочник, который стоит за прилавок, о чем думает семинарист, которого ведут получать розги за плохие отметки, и о чем думает корова, когда ее доют, о чем думает лошадь, которая везет в ВОЗ. Вот был такой концепт тогда, что вся литература была про богатых, знатных, изящных тех людей, которые творили историю, которые творили искусство в руках. Но потом какой-то случился облом, перелом, я не могу сказать вам точно откуда, почему это произошло, но этот перелом произошел в России, он произошел в дате. Дата даже есть. 1747 год, в эти три года, вышли повести Григоровича, деревня, Антон Горемыка и, соответственно, записки охотника и Муму Тургене. Понимаете, после чего такое вдруг все, такое произошло грандиозный, так сказать, такого ценностно-социальный шифт литературе, русской, во всяком случае. В мировой литературе примерно тогда же появился этот самый, появился Диккенс с его вот детьми-сиротами из работного дома и так далее, со всеми этими несчастными, простыми людьми. И Бальзак тоже. И вот и тогда, и даже, понимаете, такой аристократ глубокий, как Лев Толстой, и тот сменил, так сказать, пластинку, сменил парадигму, как угодно сказать, и стал писать о простом народе, о солдатах, о крестьянах. И даже, помните, он писал о том, что я не могу понять, о чем думает мужик простой, так же, как не могу понять, о чем думает лошадь. Он даже написал «Провесть холстомер», где пытался понять, о чем думает лошадь. Поэтому вот эти вот простые рядовые заурядные люди, которыми стала полна мировая литература, начиная, вот, скажем так, с Диккенса, Тургенера, Григоровича, Тургенева, Зака, то есть с 40-х годов, 1800, там, 1840-х годов и до, практически до нашего времени, это было даже как-то воспринималось как некая такая необычность, некий протест, вот, так мы будем говорить. А потом это уже где-то начало прискучивать, уже в середине 20-го века, и поэтому уже, если мы посмотрим на какие-нибудь вещи, которые снискали там мировой успех, скажем, на экране, то это, например, скажем, ну, что-то про очень такое вот замечательное, высокое, это шекспировские инсценировки, например, понимаете, это, например, крестный отец, понимаете, вот, мафия, ведь это же ясно, что мафия и ее боссы, их никак нельзя отнести к обычным. Ну, о людях мы поговорим немножко попозже, поэтому давайте прежде всего нам нужно понять, что мы должны писать из какой-то другой жизни, не из той жизни, которая перед нашими глазами. Вот. И это, так сказать, вот первый и главный момент. И это довольно, в наше время довольно трудно на самом-то деле. Почему? Потому что эпоха сетевых коммуникаций, коммуникаций, она очень, не то чтобы объединила мир, она его вывернула наизнанку, я бы сказал. Понимаете? То есть теперь все карманы, брючные, пиджачные, жилетные и какие-то потайные, они вывернуты. И практически, можно сказать, не осталось никаких секретов. Очень трудно сказать, а вот я буду писать из такой жизни, которую никто не знает. Кстати говоря, очень любопытный писатель, талантливый очень писатель и хороший литературный критик Лев Наврозов был такой, жил в Америке, эмигрант русский, написал чудную книгу рассказов, совершенно чудную, потрясающую, что остальное он написал там всякая, вот рассказы гениальны. Вот. Наврозов в какой-то своей статье написал, что, собственно говоря, в русской литературе было две книги по-настоящему интересных. Это «Россия в концлагере» Ивана Солоневича 1936 года и «Аквариум» Виктора Суворова-Резуна. Ну, вы слышали, наверное, этого человека, это знаменитый перебежчик, который, так сказать, потом писал такие полуфантастические истории про Вторую мировую войну под названием «Аквариум», «Последняя республика», «День Т» и так далее, где он все как бы перевернулся с головы на ноги, с ног на голову, и все. Как бы такие интересные, парадоксальные и не научные на самом деле, но очень забавные такие интерпретации истории, кто на самом деле на кого напал, кто на самом деле был сильнее и слабее, победил ли Сталин Гитлер на самом деле, не победил, ну и так далее. Ну, не важно. Но кроме того, у него была книжка, которая называлась «Аквариум», она про главное разведывательное управление Генштаба, про разведчиков, про военных разведчиков в советское время, вот, которые не на войну в разведку ходили, а вот вот эта военная разведка, которая всегда немножко конкурировала с разведкой КГБ. Вот эта книга и книга о Солоневиче, еще очень интересный был человек, это, ну, это был вообще такой персонаж, очень крутой, вот, кстати, вот мы потом поговорим о персонажах. Это был спортивный журналист и сам спортсмен, один наряду с Харлампиевым, изобретателем изобретателей борьбы самбо, тренер, который в 1934 году был арестован и из-под Беломор-канала где-то в 1935 году сумел сбежать вместе со своим братом и сыном болотами в Финляндию, они как-то пробрались. Вот эта книжка «Россия в концлагере», она рассказывает, значит, соответственно, о ГУЛАГе, как можно сказать, не преуменьшая никак гражданских писательских заслуг Солженицына, Наврозов сказал, что, в общем-то, архипелаг ГУЛАГ это уже как бы идет в фарватере, она уже как бы пересказ и уточнение некоторых моментов этой книги Солоневича. Так он сказал, что Солоневич и Суворов и Резун нам впервые рассказали о том, чего мы никогда не знали. Понимаете, читатель получил тот текст про ту жизнь, о которой ему ничего до поля не было известно. Поэтому эти книги обладают, так сказать, абсолютной новизной. новизной. Но новизной именно не художественной новизной, а абсолютной новизной в плане своего содержания, в плане своего обидца. И вот поэтому сейчас это очень трудно найти ту вещь абсолютной новизны, понимаете, даже если вы поедете куда-нибудь к африканскому деревню, или какая-то идет жуткая резня, все равно скажут, что мы про резню в Африке читали одно, другое, пятое, двадцатьвосьмое, там, как-то. Но в любом случае никто, конечно, не требует того, чтобы эта новизна была абсолютной, там, шарахающая по голове, там, и так далее. Нет. Но какой-то градус новизны должен абсолютно присутствовать. Вот ваш, дорогие друзья, учитель и лидер Александр Молчанов, которого я огромно ценю и люблю, и очень большим тем, что здесь с вами. Он очень смешную вещь сказал, очень точную. Он сказал, что если, говорит, сценарий главного героя зовут Макс, я этот сценарий закрываю, то больше не читаю. Хотя он сказал, что плохого в имени Макс? Да ничего, Штирлиса тоже звали Макс Ортек, он Штирлис. А тем не менее, вот это такой стандарт. Знаете, Макс вышел из офиса и там побежал на пятый этаж в буфет. Макс захлопнул дверь своей Хонды, так сказать, пискнул этим самым сигнализатором и пошел в офис там. Макс проснулся и понял от настырного и гнусного звукобудельника. Понимаете, то есть таким вот Максом нам дается такое, как вам сказать, ложное узнавание. То есть, что это такой же человек, как мы все, один из нас, понимаете, вот он и поэтому его легко узнавать, легко понимать, легко сопереживать. Понимаете, это довольно скучно. Кстати говоря, Чехов предупреждал еще Бунина, согласно воспоминаниям Бунина, о вот таких вот ложных таких вот сигнальчиках узнавания. Понимаете, вот он называл это студент первого курса Иванов. Он говорит, что плохие писатели часто начинают свои рассказы или повесть такими словами. Студент первого курса Иванов запахнул свое тощное драповое пальто и вышел на улицу в дурном расположении духа. Понимаете, потому что вся читающая Россия во времена Чехова в 80-е годы она, собственно говоря, состояла из студентов первого курса Ивановых на Петровых Сидоровых. И поэтому как будто человек сразу себя видит. Но это очень, на самом деле, ошибочно. Ничего из этого ничего не получается. Когда Молчанов написал вот эту вот про Макс я сразу вспомнил знаменитую фразу из Гамбургского счета Шкловского. Роман спросил редактору писателя. Роман сказал писатель. Героиня Нина спросил редактор. Нина обрадовался писатель. Возьмите, не подойдет рассказал. Денис Викторович, можно я прямо в скобочках добавлю, раз уж вы меня поминаете. Я когда про это прочитал у Шкловского, я сразу же сел и в романе, который я тогда писал, героиню назвал Нина. И она у меня осталась. Это прекрасно. Но понимаете, Александр, ваша Нина написана сознательно совершенно другое, чем графоманская Нина, которую написал редактор. Но ведь и Макс же может быть Макс второго порядка. Может быть, может быть, но до второго порядка еще нужно доработать, дожить. Конечно может быть, но не надо сразу начинать. Вот, вы сказали очень важную вещь, Молчанов сказал очень важную вещь, слушайте Молчанов. Второй порядок это тот, куда можно прийти сначала отработав первый порядок. Понимаете? Нельзя сразу писать так, как будто ты гений. Понимаете? Вот какой-нибудь посмотришь там какой-нибудь унисше что-нибудь или посмотришь в каком-нибудь не знаю в Кавке. Ну, как написано, господи, там какие-то нестыкухи, но второй он же гений. он гений. Но знаете, у меня есть такая моя любимая фраза. Один молодой поэт меня спросил, это было на серьезе, вот у Блока написано, что ж пора приманиматься за дело, за привычное дело свое. Неужели же жизнь отшумела, отшумела, как платье твое? Вот, сказал он, блок рифмует твое и свое. Значит, можно так рифмовать? Я сказал, блоку можно, тебе нельзя. Понимаете, сначала нужно пройти вот этот вот порядок. Вот, и мы, значит, соответственно, с вами сказали, что что-то должно быть такое интересное и необычное. Не должен быть вот этот макс первого порядка. Понимаете, это должна быть какая-то интересная жизнь. Интересное такое вот интересное. Вот мы условно называем это экзотикой. Экзотикой мы условно называем то, что встречается, ну, скажем так, реже, чем в 50% случаев в нашей жизни. Понимаете, что все-таки заставляет нам сказать, ага, ага, ты смотри, ишь ты, кто-кто, кем-кем работает? А что, разве есть такая работа? Да, а сколько получать? Фига себе, вот это, да, устроил. Или наоборот, чего получает так и продолжает там работать? Интересно, почему? Понимаете, вот чтобы было что-то такое-то, какой-то вот монок из того, из той жизни, в которой живет этот наш герой и разворачивается наша, так сказать, повествование. Теперь мы приходим про персонажей. Значит, первое, значит, это экзотика. Экзотика понятна, в кавычках, я еще раз повторяю, что не значит, что нужно писать про какие-то джунгли и тундры, понимаете, или там какой-то притон подпольный. Экзотика это меньше, чем, где-то, 50%, что-то заставляет нас как-то насторожиться и посмотреть. Следующий момент. Это конфликт должен быть основан на неравенстве персонажей. Он должен быть основан не на том, что два хороших человека, например, один там философ феноменолог, а другой экзистенциалист. Или на том, что там одна сестра, там, я не знаю, считает, что детей нужно домашнее воспитание, давайте, образование дома, а другая считает, что нужно их ввести в хорошую школу. Конфликт конфликт, конфликт. Но этот конфликт не задевает, понимаете, хотя эти сестры могут поссориться, могут, не знаю, убивать друг от друга, они, конечно, не станут, но могут поссориться, ругаться, что-то там, соблазнять мужей друг друга, пожалуйста, но это не то, понимаете, вот то, это когда конфликт основан на резком неравенстве персонажей. Неравенство может быть разных типов естества. Это может быть неравенство для нашей земли, это неравенство, уже социальное неравенство, понимаете, грубо говоря, человек богатый, человек бедный, человек, ну, богатый мальчик и бедная девочка или наоборот, вот любовь между людьми, между богатым, между богатыми и бедными, понимаете, то, что им не дает социальное неравенство, какой-нибудь человек из спального района и, допустим, там, мальчик из спального района, а девочка какая-нибудь такая, как нынче принято говорить, мажорка, понимаете, золотой мили. Вот такое вот неравенство. И, соответственно, должно быть, бывает еще очень важно, которое в кино очень хорошо крутится, понимаете, это моральное неравенство. то есть может быть какой-нибудь честный, честный, так сказать, мальчик и девочка, так сказать, которая зарабатывает деньги, понятно, честно. Или наоборот, какая-нибудь хорошая, приличная девушка с иностранными языками и с такими очень достаточно жесткими мамой получше, мерами жизни и какой-нибудь мальчик, который там, допустим, стриптизер или там Жигово. Понимаете, моральное неравенство персонажей. Или наоборот, там какой-нибудь, не знаю, диссидент и стукач. Ну, опять, понимаете, лучше, чтобы я сейчас говорю о том, что это, может быть, персонажи неравенства, когда они оба одного пола, одного гендера, и где их конфликт рассвертывается не в эротической, не в любовной сфере, а взвертывается в сфере, скажем, профессиональной, допустим, или какой-нибудь там, ну и какую еще, какая кроме профессиональной сферы может быть? Никакая. Потому что социальная сфера просто не бывает, она всегда профессиональная. вот, если мы говорим вот именно о том конфликт, потому что все-таки приятнее всего и, так сказать, массовый успех имеют те произведения, если это, конечно, не детективы, не погони, не там, какие-то, триллеры, то это произведения, в которых, конечно, прежде всего конфликт любовни, конечно, о семье, о романе, о бадзельфере и так далее, но о мужчине и женщине или там представители других, гендерных групп, но в любом случае идет об их, так сказать, любовной связи. И вот тут вот как раз вот именно вот этот вот конфликт и должен быть, как мы сказали вам, социальный, имущественный конфликт, моральный конфликт, моральная разница очень хорошо может идти в наше время. национальная разница, особенно расовая разница, понимаете? Но это не для нас, расовая разница не для нас, а вот для России какая-нибудь вот все-таки национальная рознь, которая появилась вот там. Вот. Ну, это вот, и вот когда этот, вот этот конфликт соблюден, существует, то сразу становится интересно читать. Интересно, что интересно-то? Интересно, ведь не просто то, что вот он с золотой мили, а она там, не знаю, какая-нибудь там, ну, грубо говоря, представительница там другой расы и национальности, живущая в общежитии, в хостеле, где-нибудь там Бирюлевом. Понимаете? Не само по себе это интересно. Интересно то, как они выйдут из положения, что там будет, а какие они должны будут, так сказать, внутренне, человеческие какие-то, преодолеть пороги или не преодолеть, разбежаться, преодолеть пороги, чтобы все-таки, так сказать, слиться, все-таки, чтобы их любовь состоялась. Вот. И в этом смысле важно еще вот что. И тут мы возвращаемся к Максу. Важно, чтобы эти персонажи, чтобы эти персонажи были особенными, необыкновенными людьми, необыкновенными, опять же, не в смысле лауреатов Нобелевской премии или там эстрадных артистов или рок-певцов или там каких-нибудь канотоходцев, не знаю, ярмарочных, понимаете, но чтобы они были не совсем обыкновенными, понимаете, чтобы они не были просто вот людьми, вот, которых мы встречаем каждый день. Ну, понимаете, какой-то человек может мне, конечно, возразить, и, конечно, он будет справедлив, что да, вот, людей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет, это стихи Евтушенко. Ну, правда, да, но мы-то говорим не о том, не о внутренней интересности, как же, из каждого человека можно накопать кучу всего, но, но, внимание, если мы возьмем, скажем, что нет, неинтересных, интересных, любой постой, самый обыкновенный человек, обыкновенный какой-то офисный или фабричный или какой хотите человек, он на самом деле ого-го, да, прежде чем его вытащить в экран, или на странице романа, мы должны это ого-го в нем вскрыть, показать, какой он на самом деле ого-го, и что там кроется за личиной простого офисного менеджера или простого, там, не знаю, курьера, или там человека, какого-то инженера, или там работника автосервиса, или там таксиста, да, показать, а если мы это покажем достаточно сильно, то дальше он тем самым перестает быть обыкновенным человеком, а становится как раз нужным нам персонажем, необыкновенным человеком, у которого есть какое-то тайное преступление, какое-то страшное воспоминание, какое-то опасное увлечение, и так далее, и так далее, понимаете, тогда он опять становится, то есть мы решаем эту задачу с другого боку, то есть мы можем взять готового человека, понимаете, какого-нибудь необыкновенного человека, какого-то, не знаю, воспитателя в колонии для несовершения, какого-нибудь такого замечательного, ну, какого-нибудь человека из системы исполнения наказаний, понимаете, майора, который там долго живет, конфликтует со всеми, какие-то свои есть идеи, его там гнобят, травят, потому что он там что-то делает, он там что-то отстаивает, защищает кого-то, а кого-то наоборот наказывает, его считают, одни зеки считают его несправедливым, настоящим садистом, а другие наоборот его считают отцом, родным, человеком, который понимает сам. Вот, необыкновенность. Сразу видно, что он вышел на экран. Также и уже по своей профессии, много ли мы знаем сотрудников, ответственных работников в службу исполнения наказания. Нет, не много. А если мы говорим о людях массовых, простых, то тогда нужно в нем сначала выкопать. А не просто говорить, я пишу о простых людях, об их простых радостях, об их простых, так сказать, горестях, об их простых заботах. Вот, пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь. Но едок скажет, нет, спасибо, не надо, я лучше так, я хлеб с пожаром. Вот, поэтому эти люди, конечно, должны быть необыкновенными. Конечно, хорошо бы, хорошо бы, я бы сам с удовольствием пошел бы книгу от человека в такой необыкновенной профессии. Понимаете? Вот, необыкновенной профессии. Когда-то, где-то, когда-то давно я видел такую английскую книжку в двух томах с фотографиями интервью с людьми необычных профессий. Там, например, скажем, ну, начиная от мойщика, альпиниста, мойщика окон в небоскребах и кончая, например, извините, гримировщика трупов в морге. Есть и такая профессия. Человек, который должен покойника привести в порядок перед тем, как его выкатить к близким, одеть его как следует, побязать ему галстук и сделать ему побрить, там, усы подрезать, сделать ему приличный макияж перед тем, как выкатить его к рыдающим близким. Понимаете, тоже профессия, там тоже есть свои, что называется, игры, своя конкуренция, свои асы и боссы, так сказать, лохики, эти самые лузеры. Понимаете, вот, когда человек, у нас появляется человек вот с такой вот интересной профессией, то это всегда интересно. Или, например, скажем, какой-нибудь камеродинер какого-то весьма высокопоставленного лица. Эти люди, которые живут втайне, мы про них ничего не знаем на самом деле. Они в нашем языке называются, и, по-моему, еще представлены так назывались адъютанты. Понимаете, в отличие от, скажем, секретаря, помощника, знаете, вот как у Сталина была секретарь, там, поскребышев, начальник охраны власти, личный друг по фамилии Смирнов, министр взаимоохранения, приходил по вечерам играть в шахматы. Ну, это, как бы вам сказать, такая вот элита. А кроме этого существовали просто люди, которые, простите, вот горшки выносили, но которые просто, ну, подавали там пальто, которые следили там, пыль вытирали в комнате, которые подавали чай на стол, вот адъютанты они называли. Вот тоже очень интересная, например, ситуация, вот я бы про такого адъютанта бы, про чем-то книгу, понимаете, потому что, может быть, я, конечно, плохо слежу за литературой, может, таких книг на самом деле полно, может быть, я сразу говорю, потому что книг издается такое количество, что невозможно знать даже примерно. А вот книжку вот о таком вот человеке, понимаете, который, так сказать, видел, что он за бисмарком в пижаме, понимаете, вот. Даже есть какая-то такая очень смешная фраза, чья-то, что для лакея бисмарк не бисмарк, потому что он его видит в пижаме. Вот это было бы очень интересно, видишь, чтобы это были необыкновенные люди, значит, свои какие-то интересные обстоятельства, в которых эти люди живут, конфликт между людьми, основанный на их каком-то неравенстве, что угодно, но неравенстве. Потому что мне смешно всегда сказать, когда люди как бы конфликтуют на ровном месте, мне кажется, ну что нам с тобой это схотлается, мы с тобой из одного инкубатора, понимаешь, ты интеллигент, я интеллигент, понимаешь, ты писатель, я журналист, ты журналист, я писатель, мы с тобой зарабатываем примерно одинаковые деньги, живем в неплохом районе Москвы, ну, ну чего так сказать, ну чего нам с тобой, извини, пожалуйста, друг другу, глотки рвать, а ничего, давай выпьем, но это же не интересно, понимаете, что было, из-за чего рвать глотки, причем рвать глотки не из-за какого-то предмета, понимаете, из-за какой-то там жалкой там суммы денег или жалкого какого-то знака, престижа, премии, назначения, а вот именно из-за того, что мы, в принципе, разные люди друг друга ненавидим, понимаете, как трущоба ненавидит дворец, и как дворец, так сказать, ненавидит, не знаю, армейскую казарму, вот так вот, понимаете, как негры белые, как, понимаете, как евреи там и нацисты, вот что-то вот такое вот, тогда это интересно. И, значит, опять эпизотика, конфликт между необычными интересными персонажами. И, наконец, третий момент, который Туровская считает необходимым эффектом, это выплески эмоций, заменяющие катарсис. Только катарсис – это длинная история, но обычно катарсис – это аристоциалевский катарсис, это что-то обязательно трагическое, обязательно гибнут. Кто-то гибнет, все гибнут. Вот мы очищаем все. А тоже катарсис – это значит очищение. А тут должны быть выплески эмоций, замещающие катарсис. То есть герои должны скандалить, ссориться, бить посуду, бить друг другу мордой, но без большого очень оградительства, понимаете? Совершать суицидальные попытки, которые, правда, оканчиваются хорошо. Ну, в смысле выживания. Вот. И каким-то, может быть, переворотом. Человек понял. Жизнь. Понимаете? Ну, главное, всевозможные крики, битье посуды, выцарапывания, нету сказенок, нет, цезенки по-вот, царапываю. Или там такие какие-нибудь моменты, когда герой может сесть в машину и потягачить куда-нибудь по дороге, неизвестно куда, не разбирает дороги. Вот он кончился бензин, он залился на бензоколонке еще одним баком, куда-то поехал, потом сел, сидит, думает, что он по себе, что он поехал назад. Но потом поехал назад, потому что, понимаете, если после каждого такого замещающего, заместительного выплеска эмоций сюжет делает поворот, то это уже третий, так сказать, уровень, уже даже Макс на второго порядка, то это уже третий порядок, знаете, если человек вот чего-то такое, ну, совершил суицидальную попытку, пожрал таблеток от тоски, его откачали, и он влюбился в медсестру, там, или он, или там, если это он, если она, то она влюбилась там в доктор своего, понимаете, или если человек куда-то вот поехал, уехал, сел там на краю поля, купола машины, думает о своей жизни, и тут вдруг кто-то подходит, и начинается новое. Это другое, понимаете, то есть можно, конечно, по всякому, понимаете, но я бы, хотя я сам по своей профессии фабулист, новеллист, даже меня когда-то называли мастером фабулы, но я всегда, да, я понимаю, что на самом деле любую историю можно продолжать до бесконечности, любую, нет такой истории, которую нельзя было продолжать, но при этом нет ничего лучше, нет ничего эффективнее, как сказал Байбель, ни одно человеческое оружие не входит в сердце с такой, так сказать, леденящей, железной, точности убийственной, как точка, поставленная вовремя. Он говорил о точке во фразе, но можно тут сказать и о точке в сюжете, понимаете. Возьмем страшный рассказ Чехова под названием «Спать хочется». Помните его? Помните? Та девочка, несчастная девочка, девятилетняя, которая баюкает хозяйского младенца, она так хочет спать уже, она там восемь ночей не спала, ее днем, ее все время посылают там, вымой полы, сготовь там, вымой сковородку, сбегай в лавку, за пивом и так далее, а перед сном ей говорят, Варька, покачаем ребенка. А ребенок орет, не дает ей спать, в конце концов, ребенка душит. Это дело кончается, потому что он душит ребенка и ложится спать, она счастлива, что она опять будет заснуть. Страшный рассказ, он страшный момент своей точкой. А продолжать его можно сколько угодно. Ну вот проснулись родители, видели, 40 мертв, задушен, что они не понимают. Это Варька отпирается и дальше, и дальше потом признается. Они вызывают полицию или не вызывают полицию. Они ее выгоняют из дома, она идет куда-то к себе обратно в деревню, возвращается в свою нищую. Или ее там по дороге, я не знаю, что с ней делают, насилуют, крадут ее там, какие-то разбойники, она там пляшет под бубен, я не знаю. Или ее сажают в тюрьму для малолетних преступников, а родители, может быть, наоборот, а может быть, неожиданным образом родители думают, сдох этот плаксивый ребенок, я такие, хрен бы с ним, а теперь Варька у нас будет вместо, и она становится их дочерью, они точно там подписывают там, а может, тогда в России вообще ничего не надо было подписывать. Варька и Варька, понимаете? И она остается их, так сказать, дочкой, а потом все у них в порядке, она даже получает наследство, а потом это задушенный ребеночек, и приходит ей Василия. Ну, вот так, понимаете? То есть продолжать можно все, что угодно. Поэтому я, как старый сюжетчик и фабулист, могу сказать, что это ужасный соблазн продолжать любой рассказ, не заканчивать его, а вот потом это, и потом это, и все более и более неожиданно и непредсказуемо, и как бы непредсказуемо. А на самом деле предсказуемые в своей непредсказуемости концы, они как ягоды на винограде, понимаете? Поэтому нужно всегда вовремя остановиться, все нужно определить, кого будет конец. Хотя, может быть, для сериала как раз такая бесконечная, такие бесконечные сюжетные цепи, они как раз бывают очень хорошо. Тогда хорошо, тогда для сезона, понимаете? Что должно быть кончиться? Шерлок должен упасть пропасть, и над ним должны сомкнуться воды. А уже потом вдруг выяснилось, как, ну, или Остапа Бендера, Киса Воробьянина, он должен был зарезать, все, кончилось. Кстати, никто не интересуется, что произошло с Кисой Воробьянином после того, как он зарезал Остапа Бендера. Кстати, вот интересная, вот задача для молодого сценариста. Напишите сценарий, два сценария, один называется «Пост» с названием «Тринадцатый стул», а другой сценарий под названием «Золотой козленок», «Серебряный козленок». «Тринадцатый стул» это о том, что случилось с Кисой Воробьянином после того, как он зарезал Остапа, который, правда, оказался жив, если я что-то был, неважно, что с Кисой случилось, посадили его в тюрьму или он убежал, а если убежал, то куда, если посадили, то как он сидел там и так далее. И вообще его дальнейшее приключение. И со Стапом, который остался только с этой самой бляшкой ордена Золотого Руна и сказал графу Монте-Крест из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдома. со Стапом, Бендером и с Кисой Воробьянином в 37-м году нам. Вот такой бы сценарий заводить. Попробуйте. Попробуйте сделать. Я думаю, что у кого-то обязательно получится. Я думаю, что это будет интересно. Так что, поэтому я говорю, что нужно уметь ставить точку именно на выплесках эмоций. Понимаете, если человек наносит все самоповреждения, чтобы это было не, во-первых, не до смерти, во-вторых, чтобы его не повезли в больницу, ну, с самоповреждения начинать там расцарапывать себя там, берут все руки. Не очень устойчивые психические персонажи себя ведут. Вот. Но чтобы его потом не везли в больницу, он не влюблялся в доктора, он, а нашу не влюблялся, а он, доктор Шук, или чтобы он, так сказать, не гиб, если герой вдруг погибнет, то может что-то делать это все же. Но это еще не все. Оставшиеся 13 минут, 47 минут, я хочу вам рассказать вот что еще. Нужно книга, а также в особенности произведения массовой культуры, которая может быть, я в условии массовой культуры не вижу, ничего плохого. массовой культуры это как-нибудь может быть в другой раз образовательство по массовой культуре. Но в общем, в произведениях, которые рассчитаны на массовый успех, на массовое употребление, я не вижу ничего плохого, наоборот, только хорошего. Особенно сейчас, когда все это, когда всего так много и очень много каналов, по которым можно узнать это. Я очень люблю такие цифры. Когда Достоевский начал в русском вестнике печатать преступление и наказание, то тираж русского вестника вырос аж на 500 экземпляров. Он был 4144 тысячи. А потом это Котков Михаил Никифорович, сам его издатель, знаменитый журналист и реакционер. Котков это большая фигура в русской литературе 19-го. Вот он говорил об этих цифрах, а потом преступление и наказание вышло тиражом в 4 тысячи экземпляров. И распродавалось оно два года. Два года продавали 4 тысячи экземпляров. И в результате пишет Котков на полном серьезе, он пишет без капельки иронии. И поэтому можем сказать, что этот роман прочитала вся Россия. 5 тысяч в журнале и 4 тысячи в книжке. Вот вам вся Россия. Сейчас не те цифры, естественно, сейчас все на порядке увеличилось. Вот. И поэтому вещь, которая, так сказать, требует. И поэтому тогда, когда читали тебя 4 тысячи знатоков по всей стамиллионной тогда России, вот тогда вот эти все вопросы, они были неактуальны, потому что всегда найдется всякому, так сказать, овощу свой фрукт и всегда найдется читатель, в общем-то, практически на все. Сейчас люди книжек значительно больше, люди, и, главное, читателей больше. Нужно знать, что. Итак, вот что очень важно для книги, которая, для книги или для кинотекста. Понимаете, когда я говорю книгу, я имею в виду, вот опять я повторяю, тот самый прототекст, может быть, виртуальность существующего в голове, обожаемый, текст, который лежит в основе вашего иноповествования. Ценности. Ценности должны быть позитивные, которые ценности приняты в качестве хороших в обществе, в нашем, в не нашем вообще, типа не убей, не укради и так далее. И главное, что в этих ценностях утверждаются, преступник должен быть изоблечен, пойман, подлеск должен быть изоблечен, изоблечен, убийца должен быть предпровожден в тюрьму и так далее, и тому подобное. Хороший человек должен получить свою награду, неважно какую, ученый должен получить Нобелевскую премию, женщина, влюбленная, секретарша, влюбленная в босса, должна получить этого босса. И так далее, и так далее. Все должно кончиться обязательно хорошо. А это потому, что вещи, которые кончаются плохо, вот, кстати, чем отличается массовая литература от немассовой? В принципе, ну, во-первых, двумя вещами, на самом деле, всего. Массовая литература и литература формульная. у нее существуют достаточно определенные сюжетные шаблоны, достаточно определенные персонажи, вот такие мелодраматические маски, типа благородный старик, умный полицейский, глупый там, какой-нибудь старый идиот, верная блондинка, злая брюнетка, ну, и так далее, и так далее. Как в мелодраме, знаете, простак, резонер, шутник, благородный отец, социальный герой, там, ну, и так далее. Вот. Это формульные персонажи, маски своего рода, и хотя в этих масках можно развиваться, тоже развиваться, пожалуйста, сколько угодно. Вот. И, собственно, может, я скажу слишком такую вещь лихую, но, в общем-то, шекспировские драмы, это, на самом деле, наполнение масок человеческим содержанием. Понимаете, то, что так-то короли, принцы, принцессы, военачальники, это абсолютные маски в дошекспировском театре. Шекспир их смог, так сказать, как-то отчеловечить, наполнить страстями. Вот. И формульные какие-то ходы. А кроме того, самое главное, что массовая литература, она утверждает ценности положительные, а немассовая, элитарная, она их, наоборот, пробует на излом, она их расковыривает пальчиком и говорит, а может быть, можно так, а может быть, можно предать, а может быть, можно воровать, а может быть, можно изменять, а может быть, можно тайком убивать и так и далее. Тем самым она как бы вот их колеблит. Так вот, для того, чтобы было по-настоящему интересно читать, как ни странно, ценности должны утверждаться достаточно положительные, потому что людям в своей массе интересно читать то, что они готовы воспринять. Понимаете, они готовы воспринять положительно, сердцем воспринять, они готовы положительно воспринять своим сердцем то, что они и так считают правильным. То есть торжество честности, сочувствия, добродетели, верности, отчаянной какой-то, но при этом очень красивой любви, отваги и тому подобных вещей. Поэтому вещи типа совершенно великолепных лент Луи Маля, например, это самое «Ущерб», или, по-моему, он же снял фильм «Вор», или «Горькой луны» Полянского, или что-то там еще, понимаете, или того же Полянского «Жилец», там, где, грубо говоря, зло торжествует, понимаете, или «Соло» вот этого самого, как он называется, «Пазолима», там, где зло торжествует, а где все ростки добра, так сказать, затаптываются, в крайнем случае оно если не торжествует, то как бы, ну, равнозначным является, и мы говорим, ну а что, а вот так вот получилось. Вот, или, например, великолепный книг, фильм этого самого Марка Феррея, или Феррея, я не помню, Диллинджер мертв, понимаете, тоже он убивает эту самую, а не Жерардо, и потом просто уплывает на корабле, на который он случайно, так сказать, попадает, просто плывет, видит кораблик, он кричит, и возьмется его с собой. Они его берут, и они куда-то уплывают, там, в закат. То есть безнаказанное преступление. Поэтому вот такие вот вещи никогда не будут массово успешны. Они могут быть, но вы понимаете, чем дело? Мы тут всегда должны понимать, что такое интересно, опять мы возвращаемся к нашему началу. Интересно и интересно, понимаете? Есть люди, которым интересно, скажем, пороть лягушку. Смотрите, как она, просто смотрите, как она устроилась, смотрите, как она бессильно предсмертно дрыгается, распяленная была. А есть люди, которым интересно смотреть, как эта лягушка прыгает по лужайке среди цветочков, потом плюхается в лужу, плывет по этой луже так весело, разводя руками, как бы брасом, понимаете? Ножками своими задними так отталкиваясь. И вот подавляющему большинству людей интересно смотреть на живую лягушку. Мне, например, интересно смотреть на мертвую. Очень интересно. Не могу сказать, что интереснее, чем живую. Во всяком случае, очень интересно смотреть на мертвую лягушку, как она там дрыгается и страдает. Но я полностью отдаю себе отчет, что в этом смысле я не могу быть проводным камнем для того, чтобы советовать людям, вот пишите вот так, и будет интересно. Кому интересно? Мне. Но это же не для меня работаете. Вы работаете всегда. Это гораздо больше, так сказать, аудитория людей, может быть, более таких положительных, позитивных, добрых. Я попроюсь этого слова. Вот о добре. Понимаете? И, конечно, еще одно, еще одно, вот, пожалуйста, значит, мы с вами еще раз перечислим. Экзотика, конфликт, особость персонажей, выплески эмоций, позитивное утверждение позитивных сонностей. И еще очень важная вещь – это то, что хороший конец должен чувствоваться. Должен в самых страшных моментах, это уже сценарист должен придумать, как он это сделает, режиссер, или писатель как напишет, а режиссер как снимет, актер как сыграет. Мы должны все время чувствовать, что все кончится хорошо. То есть мы, конечно, должны волноваться. Понимаете, как в замечательном фильме про Штирлица, где радистка Кэт, держа в руках целых двоих детей, лезет, как она смогла быть, на люк, и закрывает сама себя крышкой, а сверху там с доберманом, так сказать, бегают два гестаповца, ищут ее, ходят по этому люку, она детям затыкает розы, и мы страшно переживаем, но при этом контекстом всего фильма мы знаем, что все кончится хорошо. И вот это вот, все кончится хорошо, понимаете, здесь нет никакой карамели и мармелада. Здесь просто утверждение, утверждение жизни, понимаете, в жизни все кончится хорошо. В конце концов, когда мы смотрим фильм про Вторую мировую войну, мы тоже, несмотря на гибель всех героев, мы знаем, что все кончится хорошо, потому что мы это уже заранее знаем. Ну, гораздо, потому что все же кончится хорошо, несмотря на все жертвы. Ну, а когда мы делаем, пишем роман про нашу нынешнюю жизнь, где нету вот такого, так сказать, ключа, в виде того, что мы знаем, что там 9 мая 45-го года уже было, и поэтому не надо беспокоиться. Нет, но мы все равно чувствуем, должны чувствовать, что, что, ну, не то, чтобы все выживут, но вот что какое-то, что не будет какого-то тяжелого разочарования. Что тяжелого разочарования отсидеть, отсмотреть, быть не должно. Должно, наоборот, остаться какое-то вот чарование. Вот мы пошли, спасибо вам. Денис Викторович, огромное спасибо. Я просто, я заворожен вашим рассказом, должен признаться. Спасибо вам. Я с огромным удовольствием послушал. Ребят, я прошу у вас прощения. Я, честно говоря, даже я вижу, там три вопроса есть, я просто не успел даже их произнести, просто не нашел в себе органики, чтобы вас прервать. Спасибо. Очень крутое выступление, Денис Викторович. Я очень рад, если хотя бы чуточку, это будет вам полезно. Да. Спасибо. Спасибо. Друзья мои, пишите Денису Викторовичу в комментариях много-много-много спасибо. Пока. Все, я вам ссылку на запись кинул. Хорошо, спасибо, спасибо. Пока. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Продолжение следует...